Везняковский исполнительный комитет С тех пор многое изменилось. Изменилась страна, изменились люди. Но Маяк остался верен себе и своим подписчикам. Газета выходит дважды в неделю тиражом от 3,5 до 4 тысяч экземпляров. Мы каждый день чувствуем, что нам доверяют. И мы не можем просто обмануть наших читателей. Сегодня Маяк старается охватить все значимые события, которые происходят в Везняковском районе. Главный герой его страниц – простые люди. Газета регулярно пополняется новыми рубриками и проектами. Особенно любимым везняковцам – досуг, вязники неравнодушные, спортивный вестник. По словам главного редактора Маяка Никиты Ефимова, главное – сохранить баланс, чтобы каждый мог найти что-то новое и интересное для себя. Кому-то хочется быть в курсе последних политических новостей региона, а для других важно знать, по каким часам принимает местная поликлиника. Но самое главное – взаимодействие издания с читателями. Звонки в редакции раздаются с самого утра. Зачастую звонят люди и говорят, а вот очень хочется, чтобы вы написали вот об этом хорошем человеке. Допустим, о моем соседе. Или вот у нас в деревне есть вот такой замечательный гармонист, а про него никогда никто не писал. Напишите о нем, пожалуйста. И это вот до того трогательно, что вот просто за душу берет. Вот газета – живой организм. И если не будет проникать какой-то воздух, какие-то свежие новые эмоции, а их мы и можем получить в общении с читателями в том числе, то она завянет. В чем здесь секрет успеха издания? Дело в том, что Маяк постоянно развивается. В 2015 году у газеты появился свой сайт. Хотя на этот счет даже в редакции было много споров. Некоторые сотрудники Маяка считали, что сайт рано или поздно убьет печатную версию. Но Никита Ефимов сумел доказать, что это не так. Да и время показало, что материалы в сети и газете удачно дополняют друг друга. Если говорить о профессионализме коллектива, то надо сказать, что из года в год у нас сотрудники редакции участвуют в областных конкурсах и в ряде других конкурсов. Занимают различные места, в том числе областной конкурс «Ответственность позиции признания». И участвуют во всероссийских мероприятиях каких-то, в форумах. И в общем живут с широко открытыми глазами. Газета сумела пережить непростые перестрочные и постперестрочные времена. В отличие от других печатных изданий, которые канули в лету, Маяк не только выжил. Газета сохранила тираж и самое главное – своих преданных читателей. Конечно, не все так радужно, как хотелось бы. Есть определенные проблемы и у Маяка, но в будущее своего издания Никита Ефимов смотрит с оптимизмом. Определенно есть проблемы с полиграфией, потому что она дорожает. Дорожают отпускные цены на бумагу, дорожает стоимость печати. И в этом плане приходится непросто. Но с другой стороны, опять-таки в газете в 2015 году появились цветные полосы. И здесь мы тоже постарались прийти к современности, потому что мы в этом компоненте проигрывали другим изданиям, скажем так. Мы получили вот эту льготу по доставке. Это очень большая помощь и нам, и прежде всего это очень хорошая возможность для людей подписываться на газету. 31 марта в городском центре культуры и отдыха «Спутника» в Вязниках пройдет праздничное мероприятие, посвященное 100-летним юбилею Маяка. Главный герой этого праздника – коллектив «Любимой газеты». А в преддверии юбилея будут подведены итоги конкурсов, одним из которых стал детский конкурс рисунков. Также будет открыта выставка исторических документов. Говоря о том, какой бы подарок хотела получить газета, главный редактор Маяка отвечает – лучший подарок – это доверие людей, которые крайне трудно заслужить и легко потерять. Борис Пучков, Стас Трегубов, Губерния 33. Субтитры создавал DimaTorzok